Привет, ребята! Привет, друзья! С вами вновь программа Новостенок. И мы ее ведущие Малик и Ася. Садитесь ближе к экранам, сейчас мы вам расскажем много интересного. Итак, сегодня в нашей программе. Когда нам разрешат, как китайским школьникам, спать в перерывах между уроками? На партах. Эти и другие интересные факты о школе и первом сентября в рубрике «А знаете ли вы что?» Тысячи мальчишек и девчонок встретили начало учебного года со смешанными чувствами. И радостно увидеть школьных друзей. И при этом с беззаботным летом грустно прощаться. Как прошел день знаний в школах республики, расскажет наш юный репортер. Школьный активист и победитель многочисленных федеральных и региональных конкурсов. Школьница Валя Кумукова поделится своими секретами успеха. Это так прекрасно и хорошо, когда ты находишься в чистом месте. Прокатиться с ветерком, пробежаться в припрыжку. Участники детского доатлона показали классные соревнования. О победителях расскажет наш юный репортер. «Итак, следующий участник заканчивает свой велоэтап и номер 67. Давайте, давайте поддержим нашего участника!» Тысячи идей для вкусных перекусов дома и в школе расскажут сегодня наши поварята. Молоко будем добавлять, наверное, не очень много, но в принципе, я думаю, что достаточно. Оставайтесь с нами, ребята. Будет интересно! Ребята, всех с наступившим Днём Знаний! Надеемся, что вы встретили этот праздник во всеоружии, отдохнувшие и полные сил. Ведь грызть гранит науки – дело непростое. В прошлых выпусках мы вам давали советы, как набраться сил и быть подготовленным к школе. Вы же воспользовались ими? Ну, кто воспользовался, тот молодец, а кто нет – сами знаете кто. Ребята, мы с Маликом хотим вам пожелать продуктивного учебного года, чтобы учеба была для вас в радость, чтобы каждый день вы делали для себя новые и интересные открытия. Школа – это целый мир, и в нем очень интересно жить. Ну, а сегодня мы для вас подготовили несколько интересных фактов о школе и о первом сентября – Дне Знаний. Встречайте рубрику «А знаете ли вы что?» Знаете ли вы, что означает слово «школа»? Слово «школа» – «сколе». Первоначально возникло в Древней Греции, но его значение было совсем другим. Досуг – отдых. Однако этот досуг не был праздным. Он подразумевал философские дискуссии, беседы в свободное от работы время. Постепенно у философов появились постоянные ученики, и это понятие стало обозначать учебный процесс. А когда возникла необходимость в специальных помещениях для обучения детей, их в данной этой традиции тоже назвали школами. А знаете ли вы, что изначально слово «педагог» отличалось очень узким смыслом? Оно, кстати, родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребенка». Но назвали так не учителя, а раба, который уводил ребенка в школу и приводил обратно. Обычно в педагогике выбирали рабов, непригодных для физической работы, но отличавшихся любознательностью и широтой кругозора. У каждого праздника имеется своя история, которая уходит далеко в прошлое. Согласно данным многих источников, история Дня Знаний началась в Никее, древнем и средневековом городе в Малой Азии, расположенном на месте современного турецкого города Изник. Тогда, в 325 году, римский император Константин Великий определил христианство основной религией и собрал Первый Вселенский собор, одним из важных решений которого было установление Нового года с 1 сентября. Вернемся к нам в Россию. А знаете ли вы, когда образование стало обязательным? В 1714 году, во временное правление Петра Великого. Именно в этом столетии создается светская школа. Предпринята попытка создать государственную систему образования. Разработаны основы светского обучения и воспитания. Начав грандиозное дело модернизации страны, Петр Первый быстро понял, что нельзя развивать Россию, не создав грамотные кадры. Хотя тогда еще такого понятия, как кадры, не существовало. Нужны были единомышленники, люди, сведущие в науках, просвещенные, которые смогли бы разъяснить необходимость обновления для отчизны и профессионально работать в различных областях государственной и общественной жизни. Но все эти позитивные изменения, как вы понимаете, не распространялись на детей-крестьян. И для многих из них образование оставалось несбыточной мечтой и привлечией господ. Сейчас нам, ребята, зная историю, стоило бы ценить возможности, которыми располагает наше поколение. Считается, что инициатором введения 1 сентября как праздника в стране был Федор Федорович Брюховецкий. Советский педагог, директор школы, заслуженный учитель школы РСФСР, кандидат педагогических наук, продолжал идеи Макаренко по организации коллектива, создав многие школьные обычаи, получившие широкое распространение в школах Союза. Работал над созданием на основе школы культурного центра. Он положил в основу первого и последнего звонка, которые в настоящее время являются одними из самых памятных моментов в жизни каждого человека. Считаете, что вам зайдут много домашнего задания? Да бросьте, посмотрите на учеников в Китае. Они там получают больше всего домашнего задания в мире и больше всего времени проводят в школе. Именно поэтому в Китае допускается дневной сон учеников прямо за партами во время перерывов между занятиями. Перед уроками в школах обязательно является зарядка, которую школьники делают все вместе. А еще в Китае летние каникулы начинаются в августе и длятся всего один месяц. И то часть из них посвящается необходимой самоподготовке. Первое сентября не для всех школьников праздничный день, символизирующий начало нового года. Начало учебного года в 43 странах приходится на 1 января, а в 16 государствах на март месяц. В школу идут 1 сентября российские школьники и дети еще 122 стран. А в Великобритании, Канаде и США школьники обычно начинают учиться в первый вторник сентября, а не первого числа. Как думаешь, Ася, это они себе тяжелые понедельники облегчают, что ли? Трудно сходу предположить, но я бы предложила в нашей стране все понедельники в день датменить. Сделать, например, выходные. Как вам? В этом калейдоскопе, на наш взгляд, не суразных дат, больше всего не повезло индийским школьникам. Их первое сентября и начало учебного года начинается. Представьте, 1 июня! Кошмар какой-то! Все лето запороли! Да ладно, Малик, ты не забывай, что лето у них круглый год. Люди почти на экваторе живут. Да, точно. Но вернемся к нам, на родину, и вспомним, как первое сентября прошло в школах нашей республики. Привет! Меня зовут Аиша. Я перехожу в восьмой класс. Летние каникулы закончились. Настала осень. Первое сентября. Я рада поздравить всех, особенно первоклассник, потому что этот день для них очень значим. Они узнают много нового и интересного. Найдут друзей. Сегодня главные герои на торжественной линейке, конечно же, первоклассники. Буквально вчера они были совсем малышами, а теперь школьники. Элина ждала этого дня все лето. Даже иногда ни ночами не спала, думая о первом звонке. И вот теперь ее маленькая мечта осуществилась. Мы будем в школе учиться, писать, читать, новые знания узнавать. Будем получать каждый день пятерки, на двойки. Мы не будем учиться. Какая же линейка без традиционного звона колокольчиков? Вот они, взрослые 11-классники, ведут под ручку тех, кто только начинает свой школьный путь. Когда-то и они 11 лет назад стояли такие скромными, с большими бантами. Я хочу новых друзей, новые знания, чтобы я училась на одни пятерки. Какой, может быть, тебе предмет больше нравится? Вы же математику уже чуть-чуть поизучали, может где-то русский язык, пропись. Да, да, скажи. Математику и рисование я больше всего люблю. Что ты любишь рисовать? Ну, разные вещи. Например? Ну, например, там людей, какие-нибудь картинки разные. Вот я иду в школу, мне очень сильно нравится читать, писать. Какие ты оценки будешь получать? Пятерки. С учителями было самое интересное заниматься. А чем вы занимались? Лепкой. Что лепили? Природу. Каждого первоклашку переполняет трепет и волнение. Они с горящими глазами уже стремятся к знаниям и новым открытиям. Двойняшки Самира и Амира не успели пойти в школу, а уже знают классику и цитируют Пушкина. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, мое немалетное видение, как гений чистой красоты. Амира, ну расскажи, как вы сегодня готовились к линейке, расскажи, как прошла линейка. Что тебе больше всего понравилось? Все понравилось. Я рада, что я поступила в первый класс. А что вы будете делать в первом классе? Учиться, ходить на физкультуру, гимнастику. Пожалуй, не меньше детей на этом празднике волновались родители. Они едва сдерживали слезы, провожая своего ребенка в первый класс. Это очень важный, волнительный день и очень радостный и для нас, и для детей. Мы все готовились, и родители, и дети готовились, и морально, и, соответственно, все покупки, и все остальное. Это все очень радостно для детей в первую очередь. Ну, для родителей, конечно, тоже. Мы к этому готовились очень долго, и морально, и физически. Подготовка у нас была, ну, наверное, мы к этому готовились целый год. Это очень волнительно, трогательно, прям до слез. Первый ребенок, первый класс. Больше всего школьникам на линейке понравились зажигательные танцы и национальные мелодии. На празднике даже выступали юные музыканты, которые стали недавно победителями международного конкурса. В целом, 1 сентября по всей Карачаево-Черкесии за парты сели порядка 6 тысяч школьников. И для всех них начинается путешествие в удивительный мир знаний. Ох, ребята, это был очень насыщенный и очень запоминательный день. Я надеюсь, что у всех первоклашек и школьников нашей страны будут так много таких знаменательных дней в этом учебном году. Школа началась, и в гостях у нас школьные активисты. Сегодня мы вас познакомим с девочкой, которая за свои 13 лет имеет столько успехов в учебе и разостроенных интересов, что диву даешься. Вот уж активист, так активист. Ну что ж, не будем томить зрителей, пойдем его встречать. Ребята, встречайте, Валентина Кумукова, 13 лет, учащаяся 7-го класса 17-й гимназии города Черкеска. Привет! Привет! Рада тебя видеть у нас на программе. С началом учебного года тебя. Ты соскучилась по урокам и по школьным друзьям? Спасибо. Да, я очень соскучилась. Так как некоторые мои друзья были в джез-зъезде, мы были на связи, но мне не хватает живого общения. Валя, ты член совета первичного отделения РДДДМ, активист большой перемены. Расскажи, как ты туда попала? Как все началось? Ну, сначала я зарегистрировалась на сайте Будет движение РФ и вступила в юные медиа. РДДМ. Какими делами ты занимаешься, будучи школьным активистом? Я помощник советника-директора по воспитательной части. И мы делаем с ней разные проекты, реализуем наши идеи. Ты лауреат конкурса, боюсь ошибиться, «Природа и судьбу людей» 20-го Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2022». Расскажи, как ты узнала про конкурс? Этот конкурс дала мне учительница по русскому языку. Я писала сочинение, которое называется «Природа и судьба людей». Этот конкурс, это сочинение понравилось, очень понравилось моей учительнице, и мы решили его отправить. И после этого мне пришло, что я выиграла. И тогда мы отмечали семьей, что я выиграла. Тема экологии очень серьезная и проблемная. Чем она тебе близка? Она мне близка тем, что я люблю находиться в чистом месте. Я не люблю, когда грязное. И я всегда соблюдаю чистоту. Я всегда убираю за собой мусор. И я хочу, чтобы это делали все мои ровесники, не мусорили, всегда помогали животным там, убирали всегда все за собой, чтобы было чисто. А еще ты лауреат еще одного конкурса «Зеленая планета глазами детей». Нам ты представила рисунок. Расскажи, что было на нем изображено и что он значит лично для тебя? Ну, я изобразила на нем планету. Она была чистая, без мусора. И этим рисунком я хочу сказать, что это так прекрасно и хорошо, когда ты находишься в чистом месте. Не мусор, если нет нигде мусора, можно спокойно там посидеть, походить. Как бы ты, как защитник экологии, обратилась к нашим зрителям? С какими словами? Я бы обратилась со словами, всегда нужно убирать за собой мусор, не рубить. Деревья в лесу, не устраивать пожары, убирать за собой мусор. И также хочу, чтобы все помогали животным. Мы должны передать свою планету другим поколениям в чистом виде. А еще ты победитель второй степени, третьего всероссийского туристического краеведческого конкурса виртуальных музеев. Родина уникальных. А здесь что ты представила и о чем была работа? Да, это был мой первый видеорепортаж. Я решила снять его о герое России Канамате Баташеве. Этот конкурс дала мне моя классная руководительница. И я решила, почему бы и не сделать видеорепортаж о нашем герое, о нашем земляке, который пожертвовал собой. Он спасал своих же солдат. И я победила в этом конкурсе. Заняла второе место. Ну а в школьных олимпиадах у тебя множество побед. В частности по биологии и математике. Это твои любимые предметы в школе? Нет, это не мои любимые предметы. Мои любимые предметы в школе это русский и литература. Но так как мне нравится еще и медицина, я решила выбрать математику и биологию. Расскажи про успеваемость по ним. Я отличница. И я участвую, когда я участвую в олимпиадах и выигрываю в них, это подтверждение того, что я хорошо знаю эти предметы. Математика и биология это каково из школьников увлекает. Как часто по ним приходится заниматься, чтобы успевать все? Дай совет нашим зрителям. Ну, я помимо того, что занимаюсь еще в школе, учусь. Я сама каждый день подготавливаюсь к этим же предметам. И вообще сама прохожу дома онлайн олимпиады. И хочу сказать школьникам, чтобы они тоже, как и я, подготавливались сами дома. Самостоятельно также проходили олимпиады онлайн. И, ну вот, сами подготавливались дома. Ну, а судя по следующему конкурсу, ты наступаешь нам на пятки. Ты стала призером Всероссийского конкурса детского творчества Центра роста талантливых детей и педагогов Энштейн. Название твоей работы было «Юный журналист». О чем она и почему такая работа была выбрана? Это была работа по тому же конкурсу, который я снимала о Канамате Баташеве. И я снимала видеорепортаж о нем. Ну, а в конкурсе Министерства просвещения и РФ во Всероссийской Олимпиаде технологии успеха как ты умудрилась занять первое место? Конкуренция, наверное, была огромная. Это было онлайн-тестирование, где я проходила и отвечала на вопросы. И я, благодаря своим знаниям со школы, я всеми силами своими отвечала на эти вопросы. У тебя также есть диплом первой степени за участием в мероприятии 34-го Всероссийского Олимпийского дня. Как ты узнала про конкурс и что представила? Узнала я об этом конкурсе от своего старшего брата. Он ходит на бокс, и его тренер пригласил нас на этот конкурс. И они мне предложили сделать пробег, и вот я стала победителем. Здорово! А кем ты планируешь стать в будущем? Ну, вообще, мне нравится журналистика, а также мне нравится медицина. Но сейчас я прохожу обучащие курсы по журналистике. В журналистике у тебя расположена душа. Ты планируешь организовать медиа-центр в своей школе. Можно подробнее о нем? В медиа-центре я хочу собрать свою сплоченную активную команду ребят, таких же, как и я, чтобы поделиться своими знаниями. Я хочу, чтобы мы реализовали идеи, делали какие-нибудь, снимали фильмы о наших увлечениях, делали проекты, например, какие-то конкурсы. А чему научилась на Всероссийском фестивале «Движение первых»? Ты участвовала в номинации «Юные медиа». На фестивале «Движение», а на фестивале в Москве «Движение первых» я получила знания в области журналистики. Также я научилась держать микрофон там. А еще я участвовала в флэш-мобе, в этом фестивале «Движение первых», где были ребята с разных регионов, с разных городов. Танцуешь, поешь, играешь в театре. Как ты все это успеваешь? И какие успехи на этих поприщах? Да, я танцую, пою, хожу на театральный кружок. Танцую я уже с малых лет, мне это очень нравится. Хожу я на танцы где-то 7 лет. Я закончила музыкальную школу по классу вокал и фортепиано. Ходила я 5 лет, так как я вступила в «Движение первых», и так как я уже каждый день активничаю, у меня нет времени дальше уже заниматься этим, но петь я люблю. На театральный кружок я хожу в школе, мы также выступали. Мы тогда заняли третье место. А по танцам мы недавно со моим коллективом во ВСАТе ездили в Железноводск, где заняли гран-при. А не хочешь продолжить музыкальное образование? Мне бы хотелось продолжить, но с журналистами хочу стать намного больше в будущем. Это было здорово. Спасибо, что была сегодня у нас в гостях. Будем следить за твоими успехами. Спасибо, что пригласили, мне было очень интересно с вами. Пока! Пока-пока! Ребята, многие ли из вас знают, что такое дуатлон? Я не знаю, никогда не приходилось участвовать. Что это? Дуатлон – слово с английскими производами. От греческих слов «ду» – «два» и «атлон» – состязание, борьба. Это вид спорта, состоящий из трех этапов. Первый этап – бег. Далее следует велогонка по шоссе. И опять бег. Смена этапов производится в транзитной зоне, где каждому атлету отведено собственное место для хранения экипировки. Интересный вид спорта, но в отличие от соревнований по триатлону, дуатлон не входит в программу летних электрических лидеров. В нашей республике легко сосуществуют как давно популярные на Кавказе виды спорта, так и только развивающиеся дисциплины. В Черкесске, в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», прошел фестиваль для детей по дуатлону, в котором приняло участие порядка трех десятков юных спортсменов. Как все проходило, расскажет наш юный репортер. Сейчас выходной день, раннее утро, но эти ребята не спят. Они собрались в парке «Зеленый остров», чтобы узнать, кто из них сильнейший. Готовы? Отлично! На старт! Внимание! Марш! Вот так совсем недавно начался первый детский фестиваль дуатлона «Айронята-2023». Дуатлон – это вид спорта, который включает в себя этап бега, затем этап велогонки и затем еще один этап бега. В фестивале приняло участие около 30 ребят. Соревновались они в двух возрастных категориях – от 8 до 10 и от 11 до 13 лет. Любой спорт, наверное, во всем мире начинается с детей. То есть, если у нас дети не будут заниматься каким-то видом спорта, невозможно представить, что они в будущем будут заниматься этим видом спорта. Поэтому, если мы говорим о популяризации дуатлона, триатлона в Крачево-Черкесской республике, то однозначно мы должны говорить о детях. Поэтому этот старт, он был первый, он, наверное, самый такой для нас будет, самый важный, самый тяжелый. И мы, конечно, планируем все сделать ежегодными. Эти старты будут проходить даже не в одном городе, в нескольких городах. То есть, у нас очень большие планы на такие мероприятия в Крачево-Черкесской республике. Итак, дуатлон. Что же нужно для этого вида спорта? Выносливость, чтобы хорошо бегать. И физический велосипед. Но все же попробуем узнать это у спортсменов. Спортсмены говорят, что для того, чтобы заниматься этим спортом, нужно искренне любить его. Это самое главное. Ведь необходимый для дуатлона велосипед доступен каждому из нас. Одна из участниц фестиваля Леана Валова решила свое увлечение ежду на велосипеде попробовать воплотить его что-то более серьезное и проверить свои силы в данном забеге. С ней на Зеленый остров пришла вся семья. А участие в соревнованиях приняли еще и ее братья. Заражать спортом – одна из целей этого фестиваля. А почему ты решила участвовать именно в этих соревнованиях? Ну, я решила посмотреть, сколько я смогу проехать, пробежать. И вообще мне было интересно поучаствовать в этом соревновании и посмотреть, на что я способна. А вот юный спортсмен из младшей возрастной категории Умар Гопоев. Благодаря этому забегу понял, что сдаваться нельзя. Это и помогло ему финишировать первым в своей пятерке. Вот так воспитывается воля, без которой стать настоящим спортсменом, увы, не получится. Умар, ты финишировал первый в своей пятерке. Каковы твои эмоции? Когда я бежал туда, я чувствовал, что забег будет нелегкий. И у меня появилось чувство, что я должен прибежать первый. Когда я сел на велик, я чувствовал усталость и не мог крутить педали быстро. Но потом, когда меня начали догонять, я сказал себе, что я не могу проиграть. Итак, следующий участник заканчивает свой велоэтап и номер 67. Давайте, давайте поддержим нашего участника. В этом году дистанция включала в себя три этапа. Бег, вело, бег и состояла из двух видов спорта. В следующем году организаторы хотят провести фестиваль по триатлону. То есть соревнования из трех видов спорта, куда будет входить еще и плавание. И нет сомнений, что в следующем году фестиваль «Айроняца» соберет еще больше юных спортсменов. Итак, соревнования на сегодня окончены. В каждой категории определен свой победитель. Мы, безусловно, поздравляем их с победой. Но если ты настоящий спортсмен, соревнования для тебя не оканчиваются ни на минуту. В каждой российской школе учеников начальных классов обеспечивают бесплатными завтраками. Дети постарше могут себе сабик купить, обед в буфете. Но не все любят школьную еду. Опять сосиски с гречкой? Нет. И тогда у многих из вас возникает вопрос. Что взять с собой на перекус? Голова идет кругом. Ведь надо, чтобы было и вкусно, и полезно, и не портилось без холодильника. Но если голова идет кругом, то предоставьте возможность нашим поварятам подсказать вам пару прикольных идей. Встречайте рубрику «Поваренок». Здравствуйте, дорогие друзья! И это кулинарная рубрика «Поваренок». И я ее ведущая Амира, а это моя помощница Олеся. Добрый день! И сегодня мы будем готовить мусс из авокадо и семечек чая. Приступаем? Да, приступаем. Авокадо принято выбирать спелый, да? Чтобы фрукт был мягким на ощупь, когда нажимаешь пальчиками, должны оставаться в мятинке. Так, давай еще, ты чуть-чуть не дорезала просто. Мы просто берем по окружности, надрезаем вокруг косточки, да? Вот так. Затем разворачиваем. И вот у нас авокадо две половинки. Косточку достаем. И дальше можно просто ложкой достать, а можно сделать еще хитрее. Вот прям вот так вот, смотри, надрезать. Да? Такими кубиками, чтобы легче было потом достать. Давай вот эту вот ложку возьмем. Давай, давай сейчас вторую половинку. Точно так же я нарезаю. Будьте осторожны, доверьте вот это дело взрослому человеку, потому что можно пораниться ножом. Вы можете прорезать кожурку, и вам попадет на палец. Да, поэтому вот эта манипуляция должна совершаться взрослым человеком. А вы можете отправлять туда, да, в блендер. Вот так вот кубиками сразу в блендер. Вот она тяжелая работа, да? Попробуй большой ложкой. Давай. Прямо от шкурки начинай. Во, видишь, как уже быстрее пошло. Авокадо. Баловню попался. Баловню авокадо, да. Так. Так, и это у нас получается все, чтобы не тратить. Да, чтобы все в дело должно пойти, правда же? Да. Все силы и... Так. Шкурку, косточку убираем. Теперь, держи салфеточку. Спасибо. Следующее, что добавляем? Следующее молоко. Давай. Молоко будем добавлять, наверное, не очень много. Ну, в принципе, я думаю, что достаточно. Да. Чуть-чуть. Теперь мед. Мед. Давай ложечку. Давай. Возьмем вот здесь вот ложку. Все добавим или... А давай, наверное, половину столовой ложки. Примерно одну чайную. Семена чая будем добавлять в конце, когда уже нальем в стаканчик. О, отлично. Давай, помогу тебе. Мед такой липкий. Все время приставучий. Приставучий, но мы его все равно. Хочет он или не хочет, отправляем в наш мусс. А семечки чая уже отправим в стакан. Так, сейчас мы все это пробиваем. Побиваем, да? О, зеленый. Зеленый. Как ты думаешь, приготовился? Наверное, да. Давай проверим. Посмотри, какая красота. Вау, какой он прям... Вот настоящий мозг, да? Прям как крем. Да. Сейчас возьмем стаканчик и аккуратненько переложим. Давай, я помогу тебе достать. Так. А ты ложечкой помогай его отправлять в стаканчик. Очень аппетитно. Очень сладко. Я вам открою секрет. Таким способом можно приготовить домашнее мороженое. Можно отправить вот такой сладкий мусс из авокадо в холодильник. Все. И получится похожее мороженое на пломбир. Высыпаем все это семечки. Чия. Очень много добавила. Хорошо, как раз отлично. И все это нужно перемешать. Небольшая пометочка для телезрителей, которые, возможно, никогда не пробовали семечки Чия. Они должны разбухнуть. Им необходимо время. Сколько примерно нам нужно? Около полчаса. Да, как минимум полчаса. А можно приготовить на ночь, поставить, брать в холодильник. Утром поесть очень вкусный десерт. И питательный, и самое главное, диетический завтрак. Да, вот, кстати, можно порадовать маму, которая старается держать себя в форме, да? Да. Такой очень полезный и диетический десерт. Пахнет вкусно. Да, очень вкусно пахнет. Ну что ж, пришло время прощаться. Обязательно попробуйте такой десерт дома. Вы можете поставить в холодильник утром и поесть вечером, либо сделать на утро, с ночи и утром полакомиться этим. Да, очень хорошая идея, мне нравится. Очень вкусно, я так думаю. Да, потому что мы еще не попробовали, попробуем чуть-чуть попозже. Да. Ну, до скорой встречи. Всем пока. Дорогие ребята, наш сегодняшний эфир подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали для себя что-то новое. Хотите, как и мы, вести программу новостенок или быть ее гостем? Тогда вам всего лишь надо заявить о себе и о своих достижениях. Пишите нам на электронную почту дети-собака-архаз24.ру И к своим письмам прикладывайте анкеты и портфолио с достижениями в любой сфере. На этом у нас все. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok